В школах Одинцовского района сотрудники ГИБДД постоянно проводят тематические беседы и показывают обучающие видеофильмы по правилам дорожного движения. В рамках профилактической акции в Успенской средней школе детям напомнили, что световозвращающие элементы – это маленькие значки или наклейки, которые можно разместить на рюкзаке, сумке, а также на одежде. Они отражают свет в темноте и помогают водителям лучше увидеть пешехода в ночное время. При езде с ближним светом расстояние, при котором можно заметить пешехода, в среднем равняется 25-30 метров. А если на одежде человека присутствует световозвращающий элемент, то оно увеличивается до 130-140 метров. Водитель же, едущий в автомобиле с включенным дальним светом, может увидеть пешехода с дорожным светлячком на расстоянии до 400 метров. Мы пытаемся донести просветоотражающие элементы не только детям, но и также их родителям. Каждое поселение закупает для первоклашек, для своих, такие вот подарки – светоотражающие элементы, жилеты для велосипедистов. Это дает положительные, конечно, результаты. Дети, как вы сами убедились, знают очень много про светоотражатели. Сотрудники правопорядка устроили для ребят небольшую викторину, которая показала, что юные пешеходы знают гораздо больше о важности подобных элементов на одежде, чем взрослые. Всем участникам акции госавтоинспекторы подарили светоотражающие браслеты, а руководство школы – жилеты велосипедистов. Нужно соблюдать правила дорожного движения. И нужно всегда ходить по пешеходу, чтобы машины поняли, что вы переходите дорогу. Когда ночью я выгуливаю свою собаку, я буду вот это надевать, браслеты и буду жилетку надевать. Никогда нельзя переходить дорогу, когда красный свет и всегда можно попасть в аварию, если не носить специальных средств. Представители Одинцовского отдела ГИБДД напоминают родителям, что свето-возвращающий элемент – это безопасность ребенка на дороге и просят не забывать об этом. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.